МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сходом идет подготовка к летней оздоровительной кампании. До ее старта остаются считанные дни. Но уже практически все готово. Во всех детских оздоровительных учреждениях проведена значительная работа. Выполнены ремонты спальных корпусов и медицинских блоков. Завершена подготовка водопроводных сетей и сооружений. Ревизия холодильного и технологического оборудования. Уборка и обработка территорий. Кроме того, сотрудники оздоровительных учреждений прошли медицинский осмотр, гигиеническую подготовку и аттестацию. По последним данным, Роспотребнадзорам уже выдано около 500 санитарно-эпидемиологических заключений на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления. А в летний период проверки детских лагерей сотрудниками ведомства будут регулярными. Продолжит заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Лилия Федоскова. Для восстановления после учебной нагрузки отдыха и оздоровления детей и подростков используются каникулярные периоды. Создание условий для организованного отдыха и оздоровления возможно в организациях отдыха детей и их оздоровления. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия детей во время организованного отдыха требует подготовки и контроля не только в период работы летних оздоровительных организаций, но и до начала их функционирования. Перед открытием и началом летней кампании 2024 года организаторами летнего отдыха должны быть проведены лабораторные исследования воды из источников питьевого водоснабжения, акарицидные обработки территорий, медицинские осмотры и гигиеническая аттестация персонала. Заезд детей в летние оздоровительные организации должен осуществляться в период не более двух календарных дней. Во время заезда проводится бесконтактная термометрия каждого ребенка и сопровождающих его взрослых с фиксированием результатов в журнале. Согласно санитарных правил, санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи, функционирование хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, осуществляется при наличии заключения, подтверждающего их соответствие санитарному законодательству, выданного органом, уполномоченным осуществлять Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Организации, имеющие санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санитарного законодательства, включаются в реестр организаций отдыха и оздоровления. Организации, не включенные в реестр, не вправе оказывать услуги по организации отдыха и оздоровления детей. Реестр организаций отдыха и оздоровления, получивших разрешение на открытие, размещается на официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации и органов исполнительной власти, уполномоченных на организацию отдыха и оздоровления детей. То есть у нас в Ульяновской области этим органом является Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области. С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в оздоровительных учреждениях, повышения эффективного оздоровления детей Ульяновской области и своевременной подготовки летних оздоровительных учреждений к летней оздоровительной кампании 2024 года, Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области было направлено 24 плана задания или предписание хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием детей. В данные предписания были включены такие мероприятия, как благоустройство территории, проведение противоклещевых обработок, обработок против грызунов, насекомых, приобретение технологического оборудования, дополнительных наборов посуды, мягкого и жесткого инвентаря, благоустройство территории, восполнение имеющейся мебели и другие мероприятия. Срок исполнения данных предписаний был 15 мая 2024 года. На сегодняшний день мы уже имеем информацию от всех загородных оздоровительных организаций о выполнении указанных планов заданий всех мероприятий по подготовке загородных оздоровительных организаций в полном объеме. Также Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области осуществляет контроль за подготовкой и работой организаций отдыха детей и их оздоровления. В настоящее время к нам поступило уже 515 заявлений на выдачу санитарно-эпидемиологических заключений. Это 22 заявления от загородных оздоровительных организаций, 361 от школьных лагерей с дневным пребыванием детей, 129 от детских лагерей труда и отдыха и 3 заявления от детских лагерей палаточного типа. Соответственно, по всем этим заявлениям была проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза и в установленном порядке оформлены санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии указанных типов летних оздоровительных организаций к государственным санитарно-эпидемиологическим нормативам. В летнюю оздоровительную кампанию текущего года в шести лагерях стационарных загородных и двух детских санаториях планируется использовать водные объекты в целях рекреации, то есть отдыха детей и купания. Соответственно, на использование водных объектов также хозяйствующими субъектами оформляются санитарно-эпидемиологические заключения, которые подтверждают соответствие качества воды открытого водоема, а также качество песка, почвы в зоне пляжа, используемого для детского лагеря, требованием государственных санитарно-эпидемиологических требований. Какие еще новшества ожидают детей в период этой летней оздоровительной кампании? Также из новых мероприятий, которые реализуются на территории субъекта в текущем году, можно отметить строительство быстровозводимой конструкции жилого корпуса на территории детского лагеря «Юность», который находится в Меликесском районе Ульяновской области. Данный корпус возводится в рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной программы Российской Федерации развития и образования с учетом также рекомендаций Роспотребнадзора. Указанный корпус планируется ввести в эксплуатацию 1 июня текущего года. Корпус рассчитан на 44 ребенка, то есть будут созданы еще дополнительно 44 новых места для детей в данном загородном оздоровительном учреждении. И корпус строится, он уже построен, заканчиваются все последние отделочные работы, благоустройство территории, проводятся необходимые работы по оформлению в установленном порядке санитарно-экадемиологического заключения на функционирование данного корпуса. Корпус построен с соблюдением всех требований СанПИНА и, соответственно, примет уже детей к началу первой смены летней оздоровительной кампании. Лилия Михайловна, что касается контрольно-надзорной деятельности, какая предстоит работа? Управление Роспотребнадзора в Ульяновской области в период подготовки и также в ходе летней оздоровительной кампании 2024 года планирует проведение проверок и профилактических визитов в отношении всех летних оздоровительных организаций на территории Ульяновской области. Управлением особое внимание при проверках работы лагерей будет уделяться безопасности и качеству питания детей, работе бассейнов, мерам профилактики инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний. Соответственно, все типы летних оздоровительных организаций будут в течение летней оздоровительной кампании обязательно обследованы с применением лабораторных и инструментальных методов исследования специалистами Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области. И в случае выявления нарушений обязательных требований незамедлительно будут выдаваться предписания хозяйствующим субъектам об их устранении и все остальные меры административного воздействия будут приняты в полном объеме. Таким образом, ситуация по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия при организации летнего детского отдыха находится на постоянном и особом контроле Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области. Вы слушали интервью заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Лилии Федосковой. Говорит Ульяновск Вечерняя программа радио Государственной телерадиокомпании «Волга» Ульяновская филармония приглашает всех поклонников джазового искусства на традиционные дни джаза. На протяжении трех дней с 24 по 26 мая В усадьбе семьи Ульяновых будет звучать эта необычная, но очень захватывающая музыка. Широкую джазовую палитру стилей и настроений представят ведущие коллективы филармонии при участии приглашенных солистов. Специальными гостями проекта станут молодые российские музыканты. С биг-бендом Духового оркестра «Держава» под управлением Кирилла Ильина выступит тромбонистка и вокалистка Анастасия Иванова. В программе джаз-ансамбля «Академик-бенд» примет участие мультиинструменталист Егор Балабанов. Он выступит как трубач и тромбонист. Солистка камерной сцены Большого театра Александра Майская украсит программу симфонического оркестра губернаторский под управлением Эдуарда Дядюры. Как мы уже отметили, «Дни джаза» открывает выступление молодой исполнительницы Анастасии Ивановой. Она не только блистательная джазовая тромбонистка, но и яркая харизматичная вокалистка, обладающая изумительным глубоким тембром. Мы нашли возможность пообщаться с Анастасией перед ее очередным приездом в наш город. Мне было невероятно приятно получить приглашение вновь. Значит, как-то я оставила какой-то след в сердцах слушателей Ульяновска. И у нас с Кириллом Ильиным сложился такой замечательный творческий союз. Мы даже на расстоянии смогли подобрать новую программу, как-то ее усовершенствовать, совместить песенки, которые были уже в репертуаре оркестра в библиотеке Ульяновска. И также я предложила несколько песен, которые есть в моей библиотеке. А джаз для вас это в первую очередь такая искрометная, зажигательная музыка? Я занимаюсь традиционным джазом. Это именно дикселент, 20-30-е годы. И для меня эта музыка, это что-то невероятное, правда. Это всегда просто музыка, благодаря которой хочется жить, творить, как какой-то глоток свежего воздуха. Я не знаю, я сама заряжаюсь. И самое главное, что могу зарядить, подарить позитивные эмоции многим людям и многих вдохновить, потому что ребята пишут мне постоянно, очень много подписчиков, школьников, а также тех, кто обучается в вузах, в институтах, пишут, что они там начали осваивать тромбон только благодаря тому, что там однажды увидели, как это делаю я. Это, конечно же, самая такая наилучшая благодарность для меня. Анастасия, насколько я знаю, вы родом из Челябинской области. Как вообще там обстоят дела с музыкой? Есть ли где заниматься? Есть где учиться? Ну и вообще музыка-то звучит там? Сама я из города Снежинска. Это такой небольшой городок в Челябинской области. И я хочу заметить, что там достаточно сильная именно духовая школа. Там преподает Сергей Юрьевич Смирнов, тромбонист, учитель, у которого я начала заниматься. Первый раз взяла инструмент в руки именно под его присмотром. И вот сейчас, когда я уже уехала учиться в Москву, многие дети просто пошли толпой в музыкальную школу, заниматься на медных духовых инструментах и потом уже поступать. Даже тоже некоторые поступили в разные города, в Екатеринбург, в Москву. Когда я именно росла, у нас была филармония на базе музыкальной школы. И очень много привозилось артистов из Москвы, в которых я ходила на концерты, слушала, училась. Вместе получалось даже джемить. То есть были мастер-классы. Сейчас как-то в Снежинске уже меньше происходит таких интерактивов. Но вот в основном там сейчас классика процветает. Но это тоже очень прекрасно. Я занимаюсь сама классикой. Я именно изучаю классический тромбон. Не считаю, что это максимально правильное решение для меня. Это дает хорошую базу, хороший звук, владение инструментом в первую очередь. Вот в самом Челябинске там есть филармония. И там приглашают артистов из Москвы. И есть очень много возможностей посетить джазовые концерты, послушать джазовую музыку. Я сама тоже туда приезжаю. Были моменты, что приезжала там с концертами. Я очень люблю Челябинск. Там есть такой Георгий Анохин. У него есть фестиваль Baby Jazz. Также каждый год проводится фестиваль «Какой удивительный мир». Раньше его проводил Анатолий Ашарович Кролл. Это именно тот фестиваль, с которого я начала свой творческий путь. Сейчас там уже Анатолий Ашарович не проводит, но обязательно проводит тот и другой. Я считаю, что музыка так или иначе процветает. И я, конечно, всегда рада приехать и помочь этому. Поэтому очень рада, конечно, предвкушаю свою поездку в Ульяновск. Потому что в прошлый раз мне очень-очень понравилось все отношения ко мне, и уровень оркестра, и как-то все такие доброжелательные. В общем, я в восторге. Поэтому очень буду рада. А в прошлый раз, кстати, вы к нам с какой программой приезжали? В прошлый раз набиралась программа, именно ее подбирал Кирилл и Ильин. То есть играли исключительно репертуар оркестра. И Кирилл тоже мне подсказал там разные новые песенки. И я вот благодаря этой поездке тоже очень выросла. Но сейчас у меня уже какая-то сложилась своя библиотека. В этот раз привезу свое. То есть будет даже не только традиционный джаз, а еще и фанк. То есть это стиль вандер. Такие вот будут моменты, где можем вместе с залом покоммуницировать, попеть. И, в общем, очень здорово привести время. Субтитры создавал DimaTorzok Анастасия, ну а любовь к музыке вам кто привил? У вас музыкальная семья или вы сами выбрали такой путь? У меня, да, музыкальная семья. У меня мама классическая пианистка. И музыка всегда звучала в нашем доме. Она, несмотря на то, что играла классику, очень любила джаз. И мы вместе с ней как-то вникали в весь репертуар. Слушали зарубежных исполнителей. Что-то нам нравилось больше, что-то меньше. Благодаря маме, я думаю, она именно привила любовь к музыке. А папа у меня тоже любит музыку, но он не музыкант. Он работал в полиции. Вот сейчас на пенсии. Ну и также вот благодаря филармонии нашей я могла слушать музыкантов, которые приезжают из Москвы. И тоже от них учиться, набираться опыта. К нам даже приезжала в город такая тромбонистка, Алифтина Полякова. Сейчас она уехала в США. Но на тот момент как раз она приехала в самый нужный для меня момент. Мне тогда было 15 лет. И я после этого концерта прям сразу думаю, вот, надо играть на тромбоне. Такой инструмент оптимальный. Не такая большая конкурентность, как, например, саксофон, флейта. То есть поступить в училище, в институт не составляет такого большого труда. Конечно, я трудилась, но мало тромбонистов. Я была единственной тромбонисткой на курсе, когда поступила в училище. Конечно, на тот момент я почувствовала, что мне нужно найти что-то более сложное, чем просто петь. Я всегда пела. И, кстати говоря, в этот приезд тоже обязательно буду петь. И тогда я почувствовала, что нужно найти для себя какой-то инструмент, такой духовой. И вот как-то это оказался тромбон. Оказался преподаватель нужный, именно тромбонист. И как-то все сложилось. Субтитры создавал DimaTorzok 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 На данный момент я практикую свою такую творческую деятельность, конечно, больше как сольный исполнитель, то есть это выезд в города, да, я играю либо со своим составом, привожу своих музыкантов, либо я как приглашенная солистка, выступаю с оркестром, либо с местными музыкантами, то есть большая часть выступления это именно проходит так. Но также мне очень нравится игра в ансамбле. Могу выделить это Moscow Rocktime Band Константина Гивандиана, это именно Dixieland, традиционный джаз, где я выполняю функцию исключительно тромбона, где петь нужно по минимуму, только вот играть, и это совершенно другие ощущения, другие эмоции, то есть именно вот функция контрапункта. В общем, там очень много нюансов, это дает мне максимальный какой-то задор, гармонию, ощущение, что я иду правильным путем. Также, конечно, бывают какие-то проекты интересные, вот на данный момент я участвую в проекте Министерства культуры, это такой процветающий проект, он только недавно начал жить, но там мы играем такую музыку более современную, но тоже джаз, там очень яркие вокалисты в нашей группе, а я вот участвую как в духовой секции тромбон. Тоже мне очень нравится, там максимально подходят ответственность с точки зрения визуала, нам делают красивые прически, нас красиво красят, делают фотосессии, и вот много появляется приглашений, тоже по России выездов, по Москве. Надеюсь, что там тоже смогу себя как-то проявить интересно, может быть, не только буду играть в духовой секции, а также буду выступать сольно с парой номеров. И, конечно же, мне очень хотелось бы больше проявлять себя как именно оркестровый музыкант, может быть, ну меня приглашали раньше, а сейчас вот уже как-то меньше, именно в симфоническом оркестре вот играть мне тоже очень нравится, и я надеюсь, что с этим у меня тоже как-то что-то сложится, вот, в симфоническом оркестре. Есть пластинка одна очень интересная, Чета Бейкера, релаксирующая, лирическая музыка, вам такой джаз близок? Я обожаю Чета Бейкера, да. Чет Бейкер – это вообще уникальный музыкант с трагической, к сожалению, судьбой, о нем есть целый фильм, но мне очень нравится его музыка, его фразы, звуковедение, и настолько у него вот вокал с трубой, они идут в таком мэтче, очень интересным, и мне правда очень нравится его музыка, также, конечно, мне нравятся зарубежные исполнители, ныне которые живущие, это вот самое яркое, это Гюнхилд Карлинг, она играет на всех абсолютно без исключения инструментов, это и духовые, и всякие струнные, даже арфа, то есть совершенно сумасшедшая женщина. Также я в 21-м году и в 19-м году я ездила в Барселону, там приняла участие в некоторых записях, в мастер-классах Джона Чемора, тоже у него такой бенд-лидер, детский оркестр, и вот я там тоже приняла участие, и эти записи, которые он делал, которые он выставлял там со своими учениками, у него там девочки, мальчики, все их там поют и играют на духовых инструментах, то есть так вот он их воспитывает, и я смотрела эти видео на Ютубе, и мне настолько это как-то запало в душу, что я тоже захотела свою жизнь построить именно так. Поэтому слушаю на самом деле много разной музыки, и тех, кто сейчас творит, и те, кто уже не с нами, там Элла Феджеральф, Луи Амстром, это классика, Биггс, Байдерберг. Также у меня вышел свой собственный альбом Анастасии Ивановой «Созвездие джазовых королев», и этот альбом был записан совместно с пианисткой Анной Левковцевой. Она уехала сейчас из России, но вот когда она еще здесь жила, мы вместе решили организоваться и на память сделать несколько записей. Этот альбом посвящен женщинам, королевам джаза, те, кто инструменталистками были и творили в первой половине XX века, то есть там собран джаз от раннего блюза до бибопа. И я собираюсь привезти несколько копий. Как записывался этот альбом? Как приходилось работать в студии? Студия такая была достаточно интересная, она была на базе квартиры, то есть там была квартира полностью переделана под студию. Была выделена отдельная комната для барабанов, для контрабаса, для рояля. И я тоже находилась в отдельной комнате, но мы слышали в процессе звукозаписи, абсолютно друг друга слышали и, в принципе, играли как на живом концерте. Просто сыграли несколько раз и выбрали удачные дубли. И потом это все сводилось, что-то подчищалось. И эти записи сейчас запутаны на всех платформах, на Apple Music, на Яндекс, в общем, везде. Но только нужно вбивать именно по-английски. Анастейша Иванова plays jazz queens. Но диск сам оформлен по-русски, потому что он должен попасть в руки русским слушателям, чтобы они все поняли. Там все по-русски. Это было записано совместно с пианисткой Анной Левковцевой. Она тоже выпускница Гнесинки. Мы очень много вместе играли. Нам нравится именно старый джаз. И отчасти это была ее идея, ее какие-то аранжировки. Я, может быть, там что-то дополнила. Но вот в основном это ее идея. Все сложилось. Мы позвали музыкантов и вместе все сыграли. Ну и напоследок, Анастасия, давайте пригласим наших радиослушателей на концерт в фестивале «Дни джаза». «Дни джаза» призываю посетить, потому что джаз – это что-то доброе, светлое. Вы должны это почувствовать и ощутить на себе. Будет много интересного. Если вы хотите танцевать – танцуйте. Если вы хотите хлопать – хлопайте. А мы будем просто играть ту музыку, которую мы очень любим. Анастасия «Дни джаза» Анастасия «Дни джаза» Анастасия «Дни джаза» Анастасия «Дни джаза» Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДimaTorzok